МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире первого мутичинского информационная программа День в студии Алла Сталаева. Смотрите в первой части выпуска. В финале Кубка Овечкина встретились представители самых главных хоккейных регионов страны. Сбор на России будете играть? Да! Шесть команд и сел и деревень городского округа Мутища приняли участие в фестивале урожая «Марфинская палитра». В парках Московской области в первый раз провели экологическую акцию «Мангал-марафон». «Преображение Господня» или «Яблочный спас» отмечают православные христиане. Событие, которое совершилось в Палестине уже почти 2000 лет назад. А теперь об этом и многом другом более подробно. На Ледовой арене Владимира Петрова в Красногорске состоялись финалы и награждения участников Кубка Александра Овечкина. В этом году он был организован во второй раз. Основные матчи группового турнира проходили в арене Мутища. Среди юношеских команд 2007 года рождения встретились представители самых главных хоккейных регионов страны и расположились в таком же порядке по турнирному рейтингу, как и их взрослые одноклубники. Это говорит о тенденции развития сегодняшнего хоккея в России. Если очертить географию турнира, то можно выделить три региона, которые представили по три команды. Это Москва, Московская область, Поволжье и Южный Урал. Особняком стоят команды из Омска и Санкт-Петербурга. По сути, это и есть основные хоккейные центры страны. В полуфинале сошлись представители всех этих регионов. За третье место поборолся Воскресенский Химик против питерского СК «Стрельня». А ЦСКА разыграл главный приз турнира с Уфимским Салаватом Юлаевым. Надо поздравить хоккеистов Воскресенска. В упорной борьбе они одолели СК «Стрельну» 3-2. Первым их поздравил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он специально приехал на финальные игры поболеть за ребят. Химик поддержал реноме подмосковного хоккея на должном уровне. А вот остальным командам надо еще подтягиваться. Ради этого и создаются новые ледовые дворцы, как эта академия имени Владимира Петрова в Красногорске. По сути, это дебют новой хоккейной школы. Ну а перед главным финалом лучше узнать настроение у его участников. И Салават Юлаев, и ЦСКА уверены в победе. И на будущее тоже смотрят с оптимизмом, если в раздевалку приходят сразу столько чемпионов мира и Олимпийских игр. В следующем году Александр и наши старшие товарищи хотят еще иностранцев привезти. Пригласить иностранную команду. Будем обыгрывать иностранцев. Конечно. Все, молодцы. Турнир должен расширяться. Это практический опыт для сотен начинающих игроков. Об этом и зашла речь на совместном брифинге организаторов турнира с капитанами команд. Будем продолжать турнир. Пацаны растут. Кто-то из них будет обязательно звездами, прославит нашу страну. Для нас это очень важно. Ну а у Александра есть еще разные мысли по поводу расширения турнира. На следующий год мы запланировали сделать вообще международный турнир. Если получится, конечно. Я буду разговаривать с ребятами из Вашингтона, чтобы шведская команда приехала, американская и канадская. Давнишняя мечта тренеров и мальчишек выйти на международный уровень. Ведь время не ждет. Надо учиться занимать лидирующие позиции, как это делали легендарные мастера отечественного хоккея. Такие турниры, такая конкуренция, это дорогого стоя. Поэтому я думаю, что ребята с удовольствием будут к нам приезжать в Подмосковье и соревноваться. Да? Да. В спорной России будете играть? Да. Как это часто бывает, именно финальная игра оказалась самой зрелищной и непредсказуемой по результату. Хотя когда-то это было привычно. ЦСКА разгромил Салават Юлаев со счетом 7-0. Заслуженные медали из рок-чемпионов. Первая такая памятная победа в 12 лет. И первое золото с небес. Это похоже на сон, но побольше бы такого наяву. А победитель, между прочим, получит и микроавтобус с комплектом хоккейной экипировки. Чтобы удобнее было выигрывать. Сергей Берзин, Андрей Капустин. Информационная программа «День». Фестиваль урожая «Марфинская палитра» состоялся в минувшую субботу в селе Марфино. Шесть команд из села, деревень, городского округа Мытища показали то, что выросло этим летом на наших полях. Кукуруза, клубника, картофель, тыква и даже арбузы. Все под маркой произведено в Мытищах. О том, что происходило на фестивале, расскажет Ярослав Ярославцев. Вот так, дружной колонной, под гармонь, участники фестиваля «Марфинская палитра» во главе с представителями администрации округа прошествовали к Центру культуры и досуга «Марфино», где, собственно, и развернулось основное действие. И первый конкурс, в котором пришлось поучаствовать всем без исключения – скоростное приготовление яблочного варенья. Три, два, один, поехали! Наши заготовки готовим! Убираем, чистим. За пару минут участники нарезали яблок столько, что в котел еле вошло. Пока варенье закипает, гости пробуют на вкус богатый урожай. Вы знаете, яблоки у нас вообще самые прекрасные, а сегодня, мне кажется, им нет равных не только в Московской области, а и в России. Приглашаем всех на наш фестиваль! Ура! Марфинская палитра! Ну а сразу после яблочной разминки – главное событие фестиваля – представление продукции, которую успешно выращивают в городском округе Мытищи. Каждая команда приготовила свою визитную карточку на сцене. Вот как представили бахчу пироговцы. Пустый урожай! Приглашаем всех друзей! Мы в арбузный рай! Познавательный песенный рассказ о пользе капусты представила Фидоскина. Я вам, девки, вот что скажу, с общепитом очень дружу. И, конечно, в медицине просто ас, а теперь продолжу я свой рассказ. Находилось быть вместе с ними на сцене. Я всем подпевала, всем подыгрывала. Здорово! Праздник состоялся! Вкусную часть праздника урожая представили шесть деревень Мытищинского округа. Новосельцево и Еремино, Протасово, Пироговский, деревня Большая Черная, Белениново и Фидоскино. Красиво оформленные столы с угощениями не оставили равнодушными никого. Эмоции самые замечательные, потому что мы второй год подряд проводим замечательный праздник, праздник урожая Марфинская палитра, и он каждый год изменяется. Это здорово, это скажешь, это командный. Вот ты сразу же не успеваешь, что во есть. Я, Николай, это варенье. Как арбузы с арбузом? Очень вкусно, причем необычно. Я, положим, вино с арбузом не пил никогда. Вот сегодня попробовал. Надо пробовать. Вот прямо изысканный. Какая прелесть, это вообще. Посмотреть, как устроен праздник, приехали из Центра культуры Подмосковья. Здесь интерес профессиональный. Прекрасный проект, замечательный. Замечательный сочетание, знаете, такого духа, сельской территории и современного взгляда на проведение мероприятий. Не испортил настроение гостей небольшой дождь. Спрятаться от непогоды можно было под навесом или на крыльце Центра культуры и досуга Марфина. Как у вас настроение, как праздник? Отличный праздник, замечательный, веселый, очень хорошо. Мы очень рады, что попали на этот праздник. И благодарны всем руководителям за такой праздник хороший. Три, два, один, поехали! Конкурс капитанов, поедание арбуза на скорость, различные мастер-классы и квесты. Марфинская палитра раскрасила лица гостей и участников только в теплые цвета. Согрела своими эмоциями и богатством урожая. Ярослав Ярославцев, Константин Химичев, информационная программа «День». 17 августа в парках Московской области в первый раз провели экологическую акцию «Мангал-марафон». Мероприятие посетили более 2000 человек в 15 муниципальных образованиях. В городском округе мероприятие состоялось на территории Мытищинского лесопарка. Ее главная задача – формирование культуры, раздельного сбора мусора и распространение информации о внедрении новой системы обращения с отходами и мерами, которые принимаются областным правительством для обеспечения комфортной среды проживания в регионе. Для удобства всех посетителей лесопарка теперь рядом с мангальной зоной установлены специальные контейнеры синего и серого цветов для сухих и грязных отходов соответственно. Обеспечивать вывоз отходов будет региональный оператор. Как отметил начальник контрольного управления окружной администрации Сергей Покатило, цель акции – рассказать всем, кто жарит в лесопарке шашлыки, про селективный сбор мусора, а также напомнить, что разводить костер можно только в специально оборудованных мангалах. В мероприятии приняли участие специалисты Комитета лесного хозяйства, которые всем пришедшим разъяснили правила нахождения в лесу и рассказали об ответственности за разведение костров в неустановленных местах. Эко-акция «Мангал-марафон» проводится при поддержке правительства Московской области в контексте проекта «Лето в Подмосковье». Помимо этого, 17 августа отмечался Всемирный день безнадзорных животных, поэтому в лесопарке устроили двойной праздник. Юные эколята гимназии номер один, волонтеры и члены молодой гвардии решили провести для всех желающих мастер-класс по созданию ковриков и лежаков для животных из ненужного текстиля. После этого все постилки отправятся в приюты для животных. Преображение Господня или яблочный спас отмечают православные христиане. Сегодня церковь вспоминает события преображения Христа, произошедшие перед тремя его учениками – Петром, Иаковом и Иоанном. О том, что связывает праздник с яблоками, узнавал Ярослав Ярославцев. Мы находимся перед иконой праздника Преображения Господня, который олицетворяет собой то событие, которое совершилось в Палестине уже почти 2000 лет назад. Преображение Господня принадлежит к 12 наиболее значимым православным праздникам. В народе этот день называют вторым спасом. Это традиционный праздник урожая. В храмах освещают плоды земли, то есть яблоки, груши и сливы. Наибольшей популярностью и почетом пользуются яблоки. Освещение яблок больше всего ждут матери, у которых умерли дети, и дочери, у которых умерли матери, так как по легенде яблоки можно употреблять только после спаса. А еще это символ преображения природы. Считается, что с середины августа ночи становится холоднее. И именно к этому сроку яблоки заканчивают созревать. Верующие люди совсем не едят яблок до этого дня. На Руси к этому времени поспевали яблоки. И раньше их не ели, потому что они зеленые были. И вот такая была благочестивая народная традиция, что не нужно есть яблок до преображения, потому что плохо будет. Действительно, кислые и зеленые яблоки есть вредно. А потом как раз освещали на преображении и кушали. Всего в августе православные христиане празднуют три спаса. Медовый 14 августа, яблочный 19 августа и хлебный 29 августа, когда пекут первый хлеб из нового урожая. Например, к первому медовому особенно готовятся пасечники. Им надо осветить улья, угостить медом соседей, особенно сирот, немощных и обездоленных. К празднику мы готовимся целый год. Наша пасека находится во Владимирской области. Вот фамильная пасека. Рядом с нами во Владимирской области есть храм и монастырь женский, где мы освещаем вот этот мед Снегирева. Каждый из этих восьми сортов меда уже освещен. Но удержаться от того, чтобы не попробовать такое великолепие разных расцветок и вкусов, ну просто невозможно. На самом деле праздник преображения Господня – это праздник в честь Иисуса Христа. Преображение Спасителя произошло перед тремя его учениками – Петром, Иаковом и Иоанном. Все произошло на горе Фавор, где Иисус впервые явил ученикам свою божественную суть. И просеяло лицо его, как солнце, и сделались одежды его белыми, как снег. Говорит нам Евангелие о том событии, которое мы сегодня вспоминаем вместе со всей Церковью. Господь, если мы почитаем Евангелие, незадолго перед преображением, своим ученикам говорил о том, что ему надлежит пострадать на Голгофе, о том, что он будет распят на кресте. И, конечно, эти славы были очень трудны для учеников. И вот Господь, для того, чтобы показать, зачем, собственно, он идет на крест, зашел на гору Фавор и преобразился там, чтобы явить ту славу, ради которой все это совершается. То божественное величие и то, что ожидает не только самого Христа, но что и ожидает каждого его ученика, каждого христианина. Празднованием преображения Господня Церковь торжественно исповедует и прославляет соединение божества и человечества в лице Иисуса Христа. Своим преображением Господь благоволил предохранить своих учеников от уныния и возвел их к высшему упованию среди бедствий, которые должны были постигнуть их в мире. Он был не только Бог, но и человек. Как мы говорим, Бога-человек. То есть у него было две природы, божественная и человеческая. Они были полными. И, соответственно, будучи в том числе и человеком, Христос нуждался в молитве, как и всякий из нас. Вот это мы часто забываем. Мы думаем о чем угодно, занимаемся чем угодно, но только не молитвой, к сожалению. А молитва, она на самом деле себе несет ответы на те многочисленные вопросы, которые становятся в жизни каждого из нас. Относительно проблем нашей личной жизни, проблем даже и в работе, и в отношениях с окружающими людьми много на что дает ответы именно молитва. Ну, не сама, конечно, молитва, а именно то, что дает нам Господь в ответ на эту молитву. С 14 по 28 августа на протяжении всех трех спасов православные христиане держат самый строгий пост – Успенский. Разрешается есть только ягоды, грибы и фрукты. Братья и сестры, поэтому храни вас Господь. Будем молиться, будем пребывать со Христом, и тогда мы пройдем через все испытания и будем с ним в царстве вечного блаженства. Ярослав Ярославцев, Андрей Капустин. Информационная программа «День». Смотрите во второй части выпуска после блока социальной рекламы. Порядка 10 пожаров потушены на территории городского округа Мытищи за 7 дней с 12 по 18 августа. Причиной возгорания стали умышленные действия неустановленных лиц. Пострадавших в данном пожаре нет. О состоянии пострадавших в страшной аварии, произошедшей на улице Силикатной, рассказали в городской клинической больнице. Новый аппарат остановит энерговоровство. Акция «Честный киловатт», состоявшаяся в Мытищах, это доказала. Токи совпадают с напряжением. Вектор полной мощности тоже находится в своей плоскости. Как стать настоящим фотографом? Секретами мастерства поделился и Вячеслав Нестеров, фотограф газеты «Родники». На его снимке, когда некоторые, ну просто залюбуешься. Наша палочка-выручалочка. Научиться управлять автомобилем, чтобы сдать на права, это легко. Но мне важнее научить человека не рисковать. Знаете, что больше всего уносит жизни? Обгон по встречке. Если у вас ребенок в машине, нет ни одной причины рисковать его жизнью и выезжать на встречную полосу. Опасно думать, что окна не интересуют вашего ребенка. Что он оставит без внимания пролетающий самолет, птичку или снежинку. Ребенок следует мощному исследовательскому инстинкту. Несколько секунд и ребенок уже на подоконнике. Москитная сетка не удержит ребенка. Крепление ее непрочно, а иллюзия опоры создается. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Порядка 10 пожаров потушены на территории городского округа Мытища за 7 дней с 12 по 18 августа. Среди причин, повлекших возгорание, в ряде случаев был умышленный поджог. К счастью, обошлось без жертв. Подробности в следующем сюжете. 12 августа в час 36 пожарные расчеты были вызваны на улицу академика Каргина. На балконе пятого этажа 38-го дома вспыхнул огонь. К моменту прибытия пожарной охраны горение было ликвидировано жителями квартиры. Причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнем. Жертв нет. Площадь пожара небольшая. 0,5 квадратных метров обгорели личные вещи жители квартиры. Этой же ночью помощь пожарных потребовалась на улице Селезнево. Горела иномарка, припаркованная возле седьмого дома. Пламя угрожало рядом стоящим автомобилем. По прибытии первых пожарных подразделений происходило открытое горение автомобиля по всей площади. В результате пожара автомобиль выгорел по всей площади. Пострадал рядом стоящий автомобиль «Газель» на площади 1 квадратный метр. Причиной возгорания стали умышленные действия неустановленных лиц. Пострадавших в данном пожаре нет. Во вторник, 13 августа, сигнал тревоги пришел из деревни Красная Горка. Огонь занялся в одноэтажном кирпичном доме, расположенном на одном из участков СНТ «Радуга». Чуть позже свидетели пожара сумели справиться с огнем самостоятельно. В результате пожара выгорела кухня на площади 18 квадратных метров. Причиной пожара в данном случае послужила неисправность внутренней электропроводки. Пострадавших нет. В этот же день в деревне Каргашино на одном из участков вспыхнула хозяйственная постройка. По прибытии первых пожарных подразделений происходило задымление кровли хозяйственной постройки. В результате пожара хозяйственная постройка выгорела на площади 5 квадратных метров. Причина пожара в данном случае – короткое замыкание внутренней электропроводки. Пострадавших нет. В среду, 14 августа, вновь загорелся автомобиль, на этот раз припаркованный на улице Юбилейной. По прибытии первых пожарных подразделений происходило открытое горение моторного отсека. В результате пожара моторный отсек выгорел на площади 1 квадратный метр. Причиной пожара послужило умышленное действие неустановленных лиц. Пострадавших нет. Всего на прошлой неделе с 12 по 18 августа мытищинцам потребовалась помощь пожарных более десятка раз. Порядка 20 сообщений были ложными. Надежда Звягинцева, Константин Бондаренко, информационная программа «День». Резонансное ДТП случилось на улице Силикатной в эти выходные. В субботу, 17 августа, водитель «Аудио-6», превысив скорость, как сообщают очевидцы в социальных сетях, врезался в фурун. В результате столкновения три человека, пассажиры иномарки, получили серьезные ранения. Обстоятельства произошедшего предстоит выяснить следствию. Предположительно, водитель легковушки решил прокатить своих друзей с ветерком. При повороте он не справился с управлением и врезался сначала в ограждение, затем в припаркованный на обочине грузовик. От удара иномарку смяла она загорелась. Очевидцы ДТП эвакуировали пострадавших, потушили огонь и вызвали оперативные службы. С их слов, две женщины находились без сознания. У одного из мужчин сильно травмировано лицо. Водитель легковушки мог передвигаться самостоятельно. На сегодняшний день трое участников ДТП в крайне тяжелом состоянии находятся в реанимации Мытичинской городской клинической больницы. Один в состоянии средней степени тяжести, переведен в травматологическое отделение. Специалисты оказывают им всю необходимую помощь. Поступили они с ДТП, то есть четыре человека. Один стабильный, он перевелся в отделение травматологии, еще в воскресенье. По трем остальным, то есть состояние крайне тяжелое, двое из них были протерированы. Они находятся на искусственной инцеляции легких, то есть аппарат протезирует их дыхание. И в новозапрессорной поддержке. Всю диагностику, все лечение они получают в полном объеме. Боремся за их уровень. Не секрет, что существует множество различных ухищрений, с помощью которых недобросовестные абоненты электросети потребляют ресурс за копейки или вовсе бесплатно. Более того, умельцы регулярно изобретают новые способы хищения электроэнергии. Сотрудники Россети Московский регион, в свою очередь, систематически проводят акцию «Честный киловатт». Не так давно в их арсенале появилось устройство, не оставляющее шансов мошенникам. Мои коллеги смогли увидеть его в деле. Борьба за «Честный киловатт» продолжается. Тревожный сигнал привел сотрудников Россети Московский регион в городской округ Мытищи в деревню Сорокино. Специалисты предполагают, что прибор учета, подсчитывающий, сколько электроэнергии тратят посетители турбазы, работает некорректно. Сначала смотрим всех потребителей по расходу. Если есть какой-то у нас вопрос возникает, сначала платил потребитель одну сумму, потом стал платить меньше, мы организуем сразу выезд к такому потребителю с целью проверки узла учета. Энерговоровство существовало всегда, однако сегодня мошенники все чаще используют не дедовские методы, а современные технологии. Например, «Черный рынок» предлагает недобросовестным абонентам электросетей приборы учета с секретом. «Электропроводку обнаружат легко скрытую электропроводку. С помощью магнитных пломб мы борем с установкой магнитов на счетчики. Поэтому люди начинают применять вот такие счетчики с конструктивными изменениями». Обнаружить конструктивные изменения, внесенные умельцем в схему прибора учета, до сих пор можно было только в заводских условиях. Все изменилось, когда в арсенале сотрудников Россети Московский регион появился портативный рентгеновский комплекс. «Процедура занимает 5-10 минут для снимка рентгеном. Без этого аппарата у нас где-то это занимало порядка, наверное, месяца». Сначала специалисты Россети Московский регион проверяют узел учета. «Токи совпадают с напряжением. Вектор полной мощности тоже находится в своей плоскости. Схема собрана верно». «Пломбы и голографические наклейки также на месте. Пора просветить прибор учета рентгеновскими лучами». «Счетчик, демонтированный из электроустановки потребителя, помещается в рентгеновский аппарат для проверки его внутренностей». «Мгновение и снимок появляется на экране монитора. Осталось сравнить его с эталонным изображением». «Здесь визуально счетчик без каких-либо доработок». В противном случае владелец прибора учета был бы оштрафован. Интересно, что суммы штрафа в десятки раз превышают ту, что сэкономил недобросовестный абонент электросетей. «Не так давно обнаружили одного энерговора. Штраф на него составил 3 миллиона 800 тысяч киловатт-часов, что в переводе на рубли получается порядка 20 миллионов рублей». Эта подстанция питает электроэнергией коттеджи, расположенные в деревне Чеверева. Их хозяева платят за ресурс значительно меньше, чем жители аналогичных поселков. Здесь также требуется проверка. Процедура длится не более получаса, и подозрения сняты. Портативный рентгеновский комплекс – хорошее подспорье в борьбе с энерговоровством. Только в городском округе Мытища с начала текущего года за установку приборов учета с секретом были оштрафованы порядка 30 абонентов Россети «Московский регион». Надежда Звягинцева, Денис Корнев. Информационная программа «День». Фотография – это уникальное явление, ведь на фотоснимках можно запечатлеть происходящие события, интересные моменты, красивые места, любимые лица, моменты, которые больше никогда не повторятся. Для кого-то фотография – это не просто увлечение, а еще и профессия, и даже искусство. Во Всемирный день фотографий мы побывали в редакции газеты «Родники» и пообщались с профессионалом своего дела Вячеславом Нестеровым, которым много лет посвятил работе фотографа. Секретами отличных кадров он поделился и с нашей съемочной группой. Вот один из первых советских фотоаппаратов «Искра». Это широкопленочный фотоаппарат, и он сейчас тоже в рабочем состоянии, может фотографировать. В коллекции Вячеслава Нестерова много советских фотоаппаратов. Он собирал эти модели на протяжении всей жизни и может рассказать о достоинствах каждой. Такие экспонаты – большая редкость, и автор коллекции может по праву ими гордиться. Скажите, какой ваш любимый? Ну, самый любимый фотоаппарат – это, наверное, один из самых первых фотоаппаратов России. Он был произведен на Харьковском заводе фотоаппаратуры. Этот фотоаппарат, ну, по-видимому, он был скопирован с немецкой лейки. И качество его, мне очень нравится его качество, его оптика, и сам механизм вот был произведен, в общем-то, где-то уже лет 60-70 назад, но все в рабочем состоянии, и качество изображения великолепное у него. Фотографии герой нашего сюжета посвятил всю свою жизнь. В юности окончил фототехникум, политехникум и Дома советов, а после – институт журналистского мастерства фоторепортажа, который открыли специально к Олимпиаде-80. Среди его преподавателей были лучшие фотографы СССР. Например, Владимир Мусе-Ильян – личный фотограф генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева. Я фотографией занимаюсь вообще с детства. И начал свою профессиональную работу фотолаборантом в Гипраеве. Потом перешел работать на Матищинский машиностроительный завод. Там я тоже работал в фотолаборатории. И со временем стал работать внештатником газеты. Тогда газета называлась, районная газета называлась «За коммунизм». Уже более 10 лет Вячеслав Нестеров работает в газете «Родники». Главные события, первые лица города, праздники и знаменательные моменты – все попадает в его объектив. В этом году он подал свой проект на премию губернатора «Наша Подмосковья». Архив фотографий округа там представлен в полном объеме. Так как у меня накопилось очень большой фотоматериал, фотоархив по нашему городскому округу, в него вошли очень много фотографий, связанных с нашим городом, с нашим районом. Это люди, это город, это новые парки. Работать с профессионалом своего дела для всего коллектива – это большая удача. Корреспондент Виктор Смола уже много лет бок о бок трудится над созданием новых статей для газеты вместе с Вячеславом. Это настоящий профессионал своего дела. Потому что если Вячеслав Михайлович берется за какую-то работу, он выполняет ее очень качественно. И на его снимке, которые некоторые, ну просто залюбуюсь. Наша палочка-выручалочка, потому что без фотографии газета, наверное, была бы более бедная смотрелась. А за счет ярких, красочных и сюжетных фотографий газета очень много выигрывает. Запечатлеть мгновение, уловить главный смысл и передать настроение. Задачи любого фотографа много и поймать нужный кадр непросто. Этому нужно учиться. Вот главные советы начинающим фотографам. Я посоветовать могу только одно. Больше фотографировать, больше фотографировать. Чтобы под рукой был всегда телефон. Или лучше, конечно, фотоаппаратом снимать, потому что гораздо покачественнее будет. Но не ограничиваться, конечно, только фотоаппаратом. Но и снимать, больше снимать, больше фотографировать, больше улыбаться, больше счастья, чтобы было. Фотография – неотъемлемая часть жизни каждого человека. Но любимые кадры можно смотреть очень долго и вспоминать то радостное событие, которое принесло столько эмоций. Особенно, если фото сделано таким профессионалом. Алла Сталаева, Денис Курнев. Информационная программа «День». А теперь к новостям в мире. Брюссельская площадь Гранд Плас преобразилась. Она стала центром международного фестиваля «Время цветов». В нем участвуют 30 флористов из разных стран. Яркие краски, насыщенные ароматы. Площадь Гранд Плас в Брюсселе расцветает, словно весенний сад. Здесь проходит международный фестиваль «Время цветов». По этому случаю принарядился даже знаменитый писающий мальчик. Величественные залы ратуши заиграли радужными оттенками. Повсюду благоухающие композиции. Тема этого года – мир цветочных эмоций. Это призвано пробудить эмоции, вызвать положительные чувства. Посмотрев на эту инсталляцию, что вы видите в первую очередь? Висящие шары. Для меня это атомиум – самое посещаемое место в Брюсселе. Он состоит из девяти сфер. А эту инсталляцию создали китайские флористы. Эта форма вдохновлена старинным китайским музыкальным инструментом кунхоу. Он похож на арфу и пришел из династии Тан и Суй. Форма всей инсталляции напоминает дракона. Цветочный фестиваль проходит на Гранд-Пласс раз в два года и длится несколько дней. В нынешнем мероприятии участвуют 30 флористов из разных стран. Для своих композиций они использовали более 100 тысяч цветов. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Еще больше информации на сайте Первого Матищенского. А также подписывайтесь на нашу страничку в Инстаграм. Далее вас ждет прогноз погоды. Оставайтесь с нами и спасибо за внимание. Сколько времени нужно, чтобы научить детей быть хорошими пассажирами? Что в автомобиле нужно вести себя спокойно, пристегиваться. А ремнем или в кресле зависит от роста или веса. И так много. Дети быстро все схватывают. А сколько времени нужно вам, чтобы понять, что безопасность своего ребенка можете обеспечить только вы? Зачем мне нужно сортировать мусор и выбрасывать его в разные контейнеры? Потому что пришло время задуматься о будущем. Сейчас весь мусор без разбора сбрасывается в один мусорный бак. Отходы превращаются в одну большую кучу. Появляется неприятный запах. А вокруг городов растут огромные свалки, которые мешают жить и портят экологию. Но уже сегодня Подмосковье переходит на раздельный сбор мусора «Два бака», цель которого – улучшить экологическую обстановку. Во дворе установят два контейнера. Синего цвета с бутылкой – он предназначен для сбора сухих отходов. Второй – серого цвета с бананом – для смешанных отходов. Сортировка мусора снизит объем и количество мусорных свалок в два с половиной раза. Сортируя мусор сейчас, мы помогаем спасти нашу экологию. Два бака – одно чистое Подмосковье. Два бака – одно чистое Подмосковье. Продолжение следует... Не став в холодильник горячее блюдо, еду охлаждать нелегко ему будет. И с этой минуты, запомни, пойдет электроэнергия и перерасход. А если ты свой холодильник оставишь надолго открытым, то снова заставишь с двойной силой трудиться его. Полезного в этом опять ничего. Из этих примеров наглядных простых многие сделали вывод. А ты? Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Карту «Стрелка льготной тарификации» могут получить школьники, студенты, школьники сельской местности, военные пенсионеры. Для этого пройдите авторизацию и осуществите вход на региональный портал государственных услуг Московской области. Выберите категорию карты. Заполните все поля и перед отправкой проверьте правильность заполнения. Проверить статус заявления вы можете в разделе «Обращения». Для получения карты обратитесь в МФЦ. Для этого вам понадобится номер заявки, документ, удостоверяющий личность и документ, подтверждающий право на льгот. Для активации карты оплатите ее залоговую стоимость на сайте стрелкокарт.ру или в мобильном приложении. Пополняйте карту быстро и без комиссии на официальном сайте и в мобильном приложении стрелкокарт.ру Субтитры создавал DimaTorzok